Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитика SwissQuot». Давайте посмотрим, что думали о рынке сегодня в 7.30 утра по Москве специалисты SwissQuot банка. Это швейцарский банк, который очень активно котирует на финансовых рынках. Так вот, что они думали, как видели рынок и как рынок себя повел после этого. Получилось ли на этом заработать, а может быть есть какие-то темы, которые могут быть интересны прямо сейчас. Сделать это легко и без меня в 7.30 утра, вы можете заходить сюда и в любое время дня. Баннер SwissQuot банк «Обзор рынков» под главным экраном. Нажимаете на него, заходите на страничку обзора. Здесь находите, сегодня называется «Доллар канадец в течение дня, целевая точка 1.4175». Здесь находите ссылочку «Русский» и попадаете на русскоязычную страничку обзора. Начинаем, как обычно, с евро-доллара. 1.0840 видят коллеги вниз эту валютную пару. Что произошло по факту? В моменте 1.0874 лой дня был 1.0864. Друзья, я верю в этот прогноз, считаю, что постоять вниз вполне себе можно. И попробовать, попытаться на этом заработать можно. Конечно, коллеги, евро-доллар – серьезная тема, мы бурно обсуждаем ее в последнее время. На мой взгляд, надо, во-первых, обсуждать только интродэй, не надо никаких глобальных планов строить, потому что каждый день глобальные новости, которые меняют рынок. Поэтому, на мой взгляд, тотальная доминация доллара не предопределена, но сегодня она присутствует. Поэтому да, 1.0840 вижу вниз. Поэтому по фунту сразу говорю, что 1.24 цель поддерживаю. Давайте посмотрим, оправдывает ли рынок наши ожидания. 1.2460, еще 60.500 до цели. Я верю, 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 причем фунт разогнался даже активнее, чем я думал. А давайте продадим, а давайте продадим фунта прямо сейчас в моменте. Попытаемся поймать импульс. Селл 0.01 лотан. Да, ставим take profit, поскольку вижу куда-то глубоко вниз, чисто по технической картинке, даже не умничаю. Причем я понимаю риски, я вижу вот эту точку, которая была сильным сопротивлением, стала сильной поддержкой, возможно. Но мы ее прокололи, 1.2472 мы прошли. Поэтому есть надежда, что полетим и дальше. Все, друзья, ждем, верим, надеемся. В течение дня я посмотрю движение, может быть, я прикрою и раньше этого треплофита, потому что ситуация, особенно связанная с новостями по пандемии, может повлиять на рынок, без сомнения. Поэтому смотрим, внимательно следим. Вот такая история с фунтом. Что касается дальше доллара и японская иена, тоже вижу наверх, соглашусь с коллегами, 108.35. Здесь планов громадье. В моменте 107.78, не знаю, очень высоко видят коллеги. Но те, кто стоят в покупках, я считаю, стоять можно. Можно ли входить сейчас? Наверное, можно, потому что, ну, конечно, цель-то понятна. 109.21, это даже дальше, чем цель сейс-квота, поддерживаю прогноз. Не поддерживаю деньгами, почему? Потому что я стараюсь стоять в одной сделке. Для меня две позиции уже некомфортно. Я вот такой человек, беру то, что мне больше всего нравится и веду эту одну сделку. Меня многие критикуют, в том числе Юрий Смола, он говорит, ну, что же, если денег много, что же одну сделку-то вести? Ну, здесь у каждого свой подход. У меня вот так, мне просто как психологически комфортно. Я выбираю из всех инструментов один, самый актуальный для меня. Вхожу в него и уже его мониторю, управляю, могу усредниться, могу частично закрыться или еще что-то. Но вот именно одним. Это, так сказать, не хорошо, не плохо. Это то, что делаю я. Если вам так комфортно, тоже не стесняйтесь это делать. Не надо, так сказать, поддаваться, так сказать, выступлениям других людей, которые говорят, там, 10 позиций, 13 разных пар открытых и так далее. У каждого свой подход. Доллар швейцарский франк 0.9720. Да, видите, доллар по всем прогнозам видят наверх коллеги. До цели тоже далеко. Точно так же стоять в этой позиции вполне считаю возможным. А сколько сейчас? 7,6? Ну да, 46 пипсов до цели. Далековато. То есть, да, есть куда постоять. Даже, может быть, в доллар-франк, в доллар-франк, может быть, даже сейчас подумать войти. Вполне. Доллар канадец. 1,4175. Конечно, пара связана с нефтью. 1,413 в моменте. Я тоже жду ее сюда же, на 1,42, даже 1,53. Но, коллеги, здесь советую не торопиться. Мы видим, что он с утра стоит просто на 1,4107, потом чуть выше. Это очень рискованно. Может быть, люди ждут укрепления нефти, поэтому доллар-канадец ждут вниз. Во всяком случае, за вот к сегодняшнему моменту движение слабое, я бы не стал фанатично сюда влезать. Мы сейчас просмотрим нефть и определимся, насколько, так сказать, это рискованно. Австралийский доллар 0,6230. Верю. Вполне себе. Да. Вполне постоять вниз. Здесь цель гораздо более глубокая. Следующий инструмент. Доллар турецкая лира 6,95. Да, сразу говорю, что верю. Видите, доллар покупается в разных вариациях. Цель очень высокая. Но тот, кто купил, стоять, ждать. Вот видите, тот, кто купил еще в январе, в плюсах у нас. Ну, так долго мы не держим, мы интродэй. Но поддержать сегодня-завтра, я считаю, вполне-вполне цель. Цель разделяю, идею поддерживаю. ДАКС. ДАКС видят вниз 99,30. Вот с ДАКСом сложнее. Я вообще никуда его не вижу, ничего не скажу. Коллеги видят вниз по теханализу справедливо. Но мне кажется, вот эти все пакеты, которые озвучены, а сегодня озвучен европейский пакет, еврокомиссия, 3 триллиона евро выделяет. Мне кажется, там хватит денег затолкать ДАКС наверх. Поэтому сам не войду, хотя позиции и мысли нет. Ну, собственно, поэтому и не войду, поскольку у меня в голове позиция не сложилась. 2603 пункта видят по S&P 500. Ну, то же самое. Слушайте, ну, кучу денег дает сейчас. 4,3 триллиона долларов пакет помощи составляет. Часть этих денег выйдет на рынок и будет инвестироваться в S&P 500. Тоже не соглашусь с движением вниз, хотя, может быть, и не зайду и наверх. Но вот если выбирать между покупкой ДАКСа и S&P 500, наверное, купил бы S&P 500. Там больше денег на поддержку выделяют. Золото. Вниз 16.96, видят коллеги. 17.19 в моменте. Да, здесь можно предположить, что вот четвертый день штурмуем эту вершину, 17.26, и будет какой-то отскок, но не факт, можем и пробить. Здесь рискованно этот прогноз, друзья, не поддержу. Серебро, продажу серебра также не поддержу по той же причине. Сейчас, но ждут 15.11, сейчас в моменте 15.44. Здесь тоже сильный уровень сопротивления. Тоже не факт, что его не пробьют. Ставить на карту свою доходность не готов. Сырая нефть. 21.45. Очень хочу, чтобы это было правдой. WTI, друзья, но здесь почему разница? Вот швейцарские брокеры, швейцарские банки котируют еще контракт, не закрытый для них контракт майский. Поэтому не надо рассказывать нам, что котирует мир. Вот швейцарский банк. Все швейцарские банки еще котируют старый контракт. Или его и показывают, его анализируют. Поэтому, ну а валютный рынок, друзья, это банковский мир, без сомнения. Но мы уже перешли на контракт июньский. Он растет. Поэтому, да, косвенно мы разделяем этот рост. Ну, не просто разделяем, а мечтаем о том, чтобы этот рост состоялся, поскольку нефть, цена нефти для граждан России имеет особое значение. Так что, друзья, тотальная доминация доллара в этих прогнозах присутствует. Это совпадает с моим внутренним прогнозом, и я его разделяю. Поэтому доллар еще не прошел тот путь, который от него ждали. Поэтому заходить в те инструменты, в которые вы верите больше, то есть в доллар по тем инструментам, по которым вы ожидаете его наибольший рост, еще не поздно. Какое из тех инструментов, которые я озвучил, вам выбрать, решать только вам. Я на ваших глазах продал фунт-доллар. Считаю, что по общей картине он может пройти активнее других вниз. Ну, посмотрим, что получится из этого. Во всяком случае, я думаю, что в рамках общей доминации доллара до 16.30 я должен зайти в положительную зону, а потом уже буду решать по ситуации. Сейчас не время стратегических долгосрочных прогнозов, на мой взгляд. Спасибо, друзья. Спасибо специалистам SwissFord банка за обзор. Всем удачи и успешной торговли. Коллеги, мое выступление уже в документах. Можно скачать, проанализировать. А наш следующий спикер уже с нами. Сейчас, коллеги, секундочку. Сейчас, коллеги, секундочку. Сейчас, коллеги, секундочку.